Отношения с женатыми мужчинами Здравствуйте, меня зовут Алла Пилипюк. Я психолог с опытом работы 16 лет в практической психологии. И сегодня мы разберем с вами тему, почему женщины встречаются с женатыми мужчинами. И прежде чем мы начнем нашу тему, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и если у вас есть вопросы, пишите их в комментарии. Давайте вначале разберемся о том, почему же мужчины изменяют. Каким таким волшебным образом вы оказываетесь рядом с мужчиной, который уже занят. И вот вначале я бы хотела сказать о том, о причинах, почему именно мужчины уходят в сторону из семьи. Итак, первая причина, почему мужчина отходит из семьи, и находит себе на стороне еще одну женщину, может быть, даже не одну женщину, прежде всего это эмоциональный голод. Знаете, такой голод на то, что женщина, жена не проявляет к нему эмоционального интереса. То есть он не слышит слов похвалы, он может слышать только критику, он большей частью, приходя домой, он слышит оценки и постоянные требования. Когда люди живут уже какое-то время вместе, то мы забываем о том, мы вообще теряем привычку друг друга хвалить и друг друга поддерживать. Потому что мы все начинаем воспринимать как само собой разумеющееся. И вот женщина вышла замуж, и мы какое-то время еще выдаем им это чувство, что он ценность, что он замечательный такой. А потом мы перестаем, потихонечку мы как бы забываем об этом. У нас появляются новые задачи в жизни, появляются дети, появляются цели какие-то, построения дома или квартиры. И мы начинаем эмоционально друг от друга как бы отходить. Первое, для чего мужчине нужна женщина, это как раз для подпитки, вот этой эмоциональной подпитки. То есть что это значит? Это когда вы каждый день, каждый день говорите мужчине, какой он замечательный. Когда изначально нарушается вот эта цепочка, дальше начинаются уже, естественно, последствия пойдут. И вот такой момент, что такое любовница? Кто такая любовница вообще? Любовница – это женщина, которая несет любовь. То есть от слова «любовь» – любовница. То есть это женщина, которая дает ему чувство легкости, чувство признания того, что он очень классный, что он крутой. Так вот, мужчина уходит в сторону, и так будет все время, если он дома не получает эмоциональное подкрепление вот это. Так же, как и женщинам, всем людям нужна похвала и нужно признание того, что ты что-то из себя представляешь. Потому что мы создаем семью, каждый человек создает семью для того, чтобы удовлетворить свои базовые потребности. И если они не удовлетворяются там, то, естественно, каждый человек будет идти на сторону и брать. Так же и у вас, девочки, точно так же. Вы тоже нуждаетесь в признании, что у тебя вот это хорошо и вот это. Но для того, чтобы вы получали от мужчин такое, вы должны сами первые ему говорить об этом и не забывать об этом никогда. То есть формируйте привычки. Каждый день, в каждый день формируйте привычку. Я должна ему это сказать, и он обязательно мне это тогда вернет. Итак, он уходит, потому что нет признания его силы. Мы не признаем эту силу. Мы начинаем обижаться, мы чувствуем разрыв. Женщина сразу чувствует, что что-то начинает происходить. И я всегда говорю о том, что любовный треугольник – это период трансформации для семьи. Поэтому любовница будет своей, испытывать чувства мужчины свои, а жена будет своей. Но этот период, когда все, вы будете меняться. Для того, чтобы это не случилось, чтобы вы не попали уже в любовный треугольник, до этого времени нужно давать друг другу действительно те потребности удовлетворять, ради которых мы, в принципе, в союз и собрались. Мужчина ждет признания собственной силы и необходимости этой силы в вашей жизни женской. Вы ждете от мужчины, соответственно, защиты, от всех, как говорится, жизненных бед. Но вы получите эту защиту только, если вы будете признавать его силу. И тогда будет гармоничный обмен. Вы дали – он вам вернул. И наоборот. Он вам дал – вы ему вернули. Вот так должно быть в отношениях. Если этого нет, мужчина, естественно, идет на сторону, кормится как бы в сторону. Кормится там, где есть такой источник. Нет признания его силы – это самое главное. Ну, почему мужчина идет. И еще такой момент, как физический уход за собой просто. Потому что, когда мы начинаем жить уже вместе, мы начинаем немножко расслабляться. И вот заметьте, когда пары женятся, или долго начинают уже вместе жить, они привыкают друг к другу, они перестают, вернее, смотреть за своим физическим телом, допустим. И это тоже разочаровывает. Потому что есть такое выражение, что мужчина, беря женщину, а женщина – мужчину, вот сходясь в пару, женщина ждет, что мужчина изменится всегда. Ну, вы это точно знаете, как женщины. А вот у мужчин наоборот. Он вас взял принцессой, потому что, когда он вас увидел, он влюбился. Он увидел прекрасное тело, вы что-то ему там такое вещали красивое. И он влюбился вот в этот образ. И вот этот первоначальный образ, он проносит вот столько времени, сколько вы вместе. И он к вам относится как к той первой, когда он вас только встретил. И все мужчины, вот мы хотим, чтобы они всегда менялись, а они наоборот хотят, чтобы мы не менялись, чтобы мы оставались вот той прежней девочкой, легкой, классной, вот такой, какой он тебя увидел в первый раз. Вот. И поэтому, когда мы теряем вот эту легкость, за счет чего мы теряем? Потому что у нас появляются новые задачи в жизни, потому что семья, новые обязанности. И мы забываем о теле сразу. И вот еще такой момент отследите, когда пара вместе сходится, вот женится, и буквально проходит месяца 3-4, может быть, полгода, люди начинают полнеть. И поэтому вот женатый мужчина очень отличается от мужчины неженатого. Вот просто понаблюдайте где-то в ресторанах, в кафе, посмотрите, попробуйте учиться отслеживать, где женатый, где неженатый. Ну, как бы различать это. Потому что женатый мужчина, он всегда такой плотненький, он ухожененький. То есть кто-то вкладывает в него свои силы, кто-то стирает, кто-то гладит ему одежду, кто-то его кормит. И не только физически, ну, кормит там едой, кормит ласками, кормит там вниманием, кормит сексом. И поэтому мужчина женатый, он более уверенный, он более спокойный. Вот, и поэтому они выглядят так. И именно поэтому девочки, у которых нет мужчин, для них более привлекательны мужчины женатые, потому что они уже кем-то сделанные. То есть они красивее выглядят просто. Вот, выглядят красивее, успешнее, потому что там жена, которую вы не знаете, она все время его, как бы, ну, дает ему силы вот эти. И если она еще и говорит ему о том, что он классный, о том, что он сильный, о том, что, ну, то есть дает ему признание вот этой силы, то, соответственно, такой мужчина, он не будет даже на сторону особо смотреть. Да, он будет наблюдать, какие вы красивые вокруг, но он не будет делать действий. Почему? Потому что дома у него все это есть. То есть он накормлен. Не только физически, как говорится, но и эмоционально накормлен. Поэтому первая причина, ну, основная, это даже не первая основная причина, почему мужчина уходит на сторону с эмоциональной просто поддержкой. Следующая причина, почему женщины связывают свою жизнь женатый мужчиной. Вначале мы говорили о том причины, почему мужчины это делают, а теперь мы немножко поговорим о том, почему женщины попадают в эту ситуацию. Итак, женатый мужчина, соответственно, немножечко выглядит не так, как мужчина без женщины. Они выглядят более ухоженными, естественно, они более будут успешными, естественно, они будут более спокойными и даже финансово они, ну как бы, немножко больше. Это более привлекательно. С позиции девочки, которая попала в любовный треугольник, ну вообще с женатым мужчиной начало отношения, притягивает очень сильные эмоции. Представьте, вы жили какое-то время одна, вы накопили большое количество энергии в плане той, которую отдать мужчине, потому что у вас не было объекта. И тут появляется объект, вот происходит этот момент резонанса, когда мужчина, живя в семье, он не получает эмоций и чувств, он недополучает уже их там, потому что там уже быт как бы, да, утяжеляет быт, вот эти все отношения. И тогда он идет, как говорится, по улице, да, и вот он смотрит, где та девочка, которая резонирует тем, на что он, как бы, на ту потребность, какая у него сейчас самая высокая. Если у него дома нет секса, он будет реагировать, естественно, на тело женское, вот, ну и не только на тело, на общение. Вот, а вы идете в этот момент, вот вы одна, вы накопили эти силы в себе и объекта нет рядом. И вот тут происходит вот этот резонанс, то есть по потребности высокой. У вас высокая потребность отдать эти чувства, а у него высокая потребность взять эти чувства. И, соответственно, вы будете привлекаться на более интересных мужчин, более уже, как говорится, обеспеченных, тех, которые кто-то уже, как бы, сделал, да, из женщин. Вот, но вы не знаете о том, что у него там, допустим, есть жена. И вас притягивает как магнитом друг к другу. Почему девочки говорят, не могу оторваться и все, вот он такой распрекрасный, такой замечательный, потому что кто-то его уже сделал таким. Кто-то до вас постарался и вырастил его вот таким, да, как бы они там плохо не жили там или хорошо, но кто-то, а какая-то женщина другая вкладывала вот эти свои силы. И вы пришли уже, как бы, вы видите перед собой готовый продукт. А у вас огромное количество и большое желание отдать кому-то это, да, вот отдать мужчине, также заботиться о нем. И поэтому у вас есть такое ощущение, что я сделаю его счастливее, чем она. Я сделаю, ну, как бы, дам ему больше, чем дает ему жена. Но, девочки, вы должны понимать, что эта жена, во-первых, сделала его уже таким прекрасным, в которого вы влюбились. И второе, что тяжи, ну, как бы, вес жены и вес семьи намного будет больше, чем вес у любовницы. Потому что любовница, она дает только чувства. Она кормит его чувствами, она его расслабляет, она дает ему состояние легкости, но все остальное у него уже там построено. И поэтому очень непростой выбор мужчине сделать, перейти на чувства, оставив все материальное, которое он уже наработал. И еще здесь очень важен возраст, который уже у мужчины есть, да, потому что начинать там 40 или больше, начинать с нуля с новой партнершей, это очень сложно все будет, потому что мужчины – это люди материального плана. И для них, прежде всего, материальная база должна быть какая-то для того, чтобы вы же его и уважали. И поэтому всегда выбор там будет очень такой серьезный у мужчины, как сделать вот этот великий переход свой. Поэтому женщины, у которых не растрачено вот эти вот чувства, нет собственного объекта, они будут, конечно, резонировать именно с теми мужчинами, кто нуждается вот в этом. Если вы попали уже в историю, где вы сейчас в отношении с женатым мужчиной, то вы должны понимать, что там была потребность высокая в эмоциях, а вы как раз были источником, и вы являетесь донором для этой семьи, эмоциональным донором. Вы, то есть, почему как бы вы будете в проигрыше, скажем так, в этой композиции треугольника? Потому что вы отдаете 100% себя, а получаете только 50% взамен, потому что вторые 50% получает его жена. Вот, и поэтому это положение будет не очень удобное для вас. Со временем, буквально через 3 месяца прекрасных эмоциональных вот этих вот обменов, да, на месяц 4-5, может быть, к концу года вы начнете чувствовать опустошение, у вас начнет подниматься чувство неудовлетворенности, а почему так, а у меня тоже есть достоинства, а почему ей даешь, а мне не даешь, и начнутся требования вот эти. Поэтому буквально 3 месяца эмоциональной вот этих вот, ну, перезарядки вот такой, да, вы отдали то, что у вас накопилось, а он получил то, что ему не хватало. Он берет это все и счастливо уходит домой. Вот, дома там все растет, а ваш домик будет скуднеть, он будет уменьшаться все время, и вы будете впадать в состояние одиночества, у вас будет подрываться самооценка, и как следствие, сейчас я скажу третью причину, не причину даже, да, а цену, которую вы будете платить за это все, за эти прекрасные отношения как будто, вот, потому что да, вы друг другу были очень нужны в этот момент, потому что, знаете, вот любовница, она дает семье возможность трансформироваться, и поэтому 99% любовных треугольников распадаются, мужчина остается в семье, и у них на этой базе, у них происходит переоценка, уже жена переоценивает своего мужчину, потому что она была на грани его потери, она начинает видеть его прекрасным героем, вот, и она начинает вести себя по-другому, то есть изменения происходят у жены, изменения происходят у мужчины, потому что он начинает понимать, что да я такой классный у меня теперь две женщины которые меня боготворят и у него поднимается самооценка у любовницы самооценка будет падать в этот момент вот и о цене сейчас немножечко позже скажу и так получается что знаете как как итог почему мы попадаем от женщины до попадают в эту историю это потому что какой-то период жизни ты находишься в одиночестве ну вот по каким-то там причинам это неплохо нехорошо просто вот так произошло придем теперь к третьему к третьей причине вот это даже не причина а как цена отношений с женатым мужчиной это уже у нас будет третий пункт да такое какую цену мы платим за это все и какую все вообще цену за это все платят вот как как итог вот это нахождение в этом треугольнике вот и каждый из вас чтобы знаете вот посмотрев со стороны на эту картину вот послушав через вот так еще до причинно-следственные такие связи чтобы вы ответили себе на вопрос хочу ли я туда и хочу ли я оставаться там и достойно ли я получать только 50 процентов они все 100 потому что каждая из вас замечательная умная красивая ухаживает за собой занимаетесь собой вы развиваетесь вы в свое содержание меняете вот и потом раз и 50 процентов только за это и я поэтому всегда говорю что вы достойны все 100 но вам нужно вспомнить только об этом итак цена какую мы платим цену прежде всего все тратят энергию на это но плюс семье будет в том появление любовницы что у них будет шанс трансформироваться просто потому что это значит что их отношения зашли в тупик немножечко такой эмоциональный голод наступил у них то есть они обесценили то что они находятся вместе то есть их ценность друг по отношению друг уже упала и любовница приходит для того чтобы им напомнить об этом о том что они являются ценностью все-таки друг другу или уже не являются и тогда может быть такое что пара развивать распадется совсем и треугольник разойдется в три стороны вообще все разойдутся вот бывает случай один процент из 100 когда любовница остается с этим мужем он разводится они остаются вместе и тогда новая история начинается но за эту историю и вы как любовница будучи с этим мужчиной вы возьмете на себя весь груз который есть у него по отношению к той семье то есть это моральные долги он будет выплачивать чувство вины постоянно будет перед детьми допустим там он будет ходить туда возвращаться и финансовые долги они тоже лягут на вас то есть вам придется разделять это все если вы готовы еще три года платить за это все за этот разрыв их это очень непросто на самом деле потому что большое количество у меня было таких историй когда девочки любовницы доводили ситуацию ну они дошли до того что он развелся оставил семью все разрушено было вот и когда они начинают жить вместе она смотрит на него совершенно с другой позиции потому что вначале им было легко когда они не были вместе не были в быту вместе даже вот и когда они начинают полноценную семейную жизнь оказывается что любовница не готова брать такую тяжесть на себя она не готова все это терпеть то что у него там осталось за ним вот и она говорит ты мне больше не нужен и чтобы так не произошло то нужно изначально понимать причины и следствия на что вы идете и можно разрушить жизнь человеку вообще то есть ту семью разрушить и потом уйти оттуда чувством большой вины вот как дальше уже будет ваша история складываться ну вы понимаете когда внутри чувство вины вы будете по отношению к мужчинам вообще неизвестно как дальше с ними просто взаимодействовать то есть вам не нужна такая вина поэтому изначально нужно задуматься о том куда мы идем значит любовница тратит огромное количество энергии в ожидании того что он рано или поздно будет ее она не даже не предполагает что потом три года и придется платить за это все вот и она думает что она выдержит но когда наступает реальность она начинает понимать он мне такой не нужен он слишком тяжелый потому что вы его возьмете всего вот а то что было тяжелое только жена знает и вы окажетесь в роли его жены тот момент и вы поймете ее слезы в ну как бы тогда начнете все понимать вот то есть вы поменяетесь позициями женой жена за это время уже поднимется она придет себя как говорится у него может новая история начаться вот она будет лучше выглядеть чем вы вместе с ним но обычно это так происходит вот это все цена которую мы платим за то что мы взяли чей-то готовый продукт взяли как бы в аренду условно говоря а потом это стало нашей собственностью и за эту собственность придется дорого заплатить мы платим временем это время мы могли бы быть все счастливыми но каждый живет своей какой-то иллюзии о том что когда-нибудь это все изменится выйти оттуда не просто не просто потому что эмоциональной связки образуются вот вам вы уже что-то вложили в этого мужчину а если вы что-то вложили то соответственно вам будет очень больно бросать это все вот вы будете любыми способами тянуть 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 сама истощаясь от этого это что касается вот любовниц и последнее это здоровье то есть все это бьет по здоровью любовный треугольник как результат всегда ценой будет гинекология то есть будут условно как я это называю рассыпаться органы вот начнут страдать начнутся всякие заболевания потому что все что касается взаимодействия с огромное количество претензий будет к этому мужчине и это будет бить все по физиологии по начнется психосоматика то есть начнут выходить из строя женские органы все вот к сожалению это так то есть это не единичная история это просто классика жанра как говорится вот и что еще там будет это почки тоже страдают очень потому что спазмы все время вы постоянно находитесь в стрессе у вас жизнь не устроена что касается любовницы потому что вы как бы знаете вот так одной ногой на земле другой ногой на воде будете и вот эти надежды они высасывают все силы начинается сомнение подрывается самооценка очень сильно и вы все больше начинаете просить у мужчины ну скажи какая замечательная какая хорошая вот и как итог будет в итоге он конце концов как только вы начнете требовать больше он начнет отстраняться сразу потому что вы будете являться угрозой для его семейной системы которую он построил а он на самом деле и принципе не собирался ему нужно были только эмоции и все и мужчина устраивает когда вы кормите тем что ему нужно а вот все остальное у него есть и поэтому только вы начинаете больше просить дачи 50 своих процентов он говорит нет туда не лезь если вы начинаете больше больше как бы нажимать то мужчина будет отходить быстрее быстрее и закончит быстро связь с вами быстро закончит вам будет больно жутко там начнутся все эти проблемы страдания вот поэтому цена любовного треугольника будет такого это причины и следствие почему женщины оказываются вот вообще женатыми рядом мужчинами а женатый мужчина оказывается с девочками у которых у которой свободно еще раз повторю что каждая из вас она должна она обязана быть на сто процентов счастливой именно со своей пары именно со своим мужчиной поэтому как бы не происходило даже если вы сейчас одна и рядом только женатые мужчины это говорит о том что вы еще не готовы пока полноценной семейной жизни брать на себя обязанности вот эти но полностью и вы пытаетесь как бы построить какие-то взаимодействия с мужчиной у которого все уже это есть вот а ему это не нужно быть не нужно у него есть будет ему нужно только то что как бы эмоционально а вам нужно еще и будет и он не может вам это дать вот и поэтому для того чтобы вы не разочаровывались для того чтобы вы не болели и не страдали от этого изначально подумайте я вам рассказала причины и следствия как мы туда заходим и как чем это закончится потом делайте свой выбор если вам полезна была эта информация подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите свои вопросы в своих комментариях